Как русский казак стал генералом в армии США Иван Турчининов или Джон Турчин единственный русский в истории США, которому удалось дослужиться до звания бригадного генерала В Америке выходец из семьи донских казаков искал справедливости, но, так и не отыскав ее, умер в нищете забытой как старой, так и новой родиной Иван Васильевич Турчининов родился в станице Константиновской в казачьей дворянской семье войска Донского После Новочеркасской военной гимназии Иван заканчивает Михайловское артиллерийское училище в 1841 году и поступает в действующую армию Дослужившись к 1856 году до звания полковника и заняв должность в генеральном штабе Однако, порядки, царившие в государстве, вошли в противоречие с его собственными убеждениями и не позволили ему продолжить службу В эмиграции казак Иван Турчининов не хотел мириться с крепостническими порядками и не желал служить царю, который держит собственный народ в угнетаемом положении Будучи приверженцем идеи Герцена, полковник вместе с женой Надеждой под видом оздоровления в 1856 году выезжает из России в Европу В Лондоне супруги Турчининовы знакомятся с Герценом и выезжают в США, где бывший полковник имперской армии становится Джоном Вазелом Турчином Турчининов закончил инженерный колледж в Филадельфии и устроился в Чикаго инженером-топографом Однако новая родина быстро разочаровала беглеца В письме Герцену от 1859 года Иван Джон написал Я отчасти усомнился в ваших словах, мои заокеанские грезы были гораздо выше и чище пошлой действительности Это республика, рай для богатых, они здесь истинно независимы, самые страшные преступления и самые черные происки окупаются деньгами Когда семья начала задумываться об возвращении в Европу в США началась гражданская война и полковник Турчининов, идя за своими убеждениями, решает воевать за север, воевавшего против рабства Полковник Турчин по тогдашней традиции солдаты сами выбирали себе командира, и Иван Васильевич стал командовать 19-линойским полком, бойцам которого справедливый и серьезный русский очень понравился Надежда, любимая и верная жена полковника, даже в такое грозное время не покинула мужа и развернула полковой лазарет За короткий срок Турчининов навел в подразделении железную дисциплину и его полк стал одним из лучших в армии северян Особенно солдаты уважали и супругу командира, которую называли мадам Турчин На первом этапе войны подразделение не участвовало в боях, а несло службу в прифронтовых штатах Месури и Кентуки Не предупредив своего командира Карлоса Бюэла, полковник в лучших казачьих традициях устроил по тылам южан рейд В городе Афина штат Алабама бойцы Турчина ограбили местных жителей, за что Бюэл отправил его в отставку На самом деле это был повод, а истинная причина конфликта Ивана Васильевича с командиром, отказ полковника выдавать планетаторам беглых негров Дикий казак суд полностью оправдал полковника Турчина, которому указом президента Линкольна дали звание бригадного генерала, а интригана Бюэла из армии уволили Настоящая слава к Ивану Васильевичу пришла в 1863 году после боя при Чикамаге Отряды северян наступали и несли под огнем южан большие потери В критический момент они дрогнули и побежали назад Исправил ситуацию дикий казак Турчин, который выхватив саблю, впереди своих бойцов кинулся в контратаку Бойцы Ивана Васильевича прорвали оборону противника, но сами очутились в окружении На помощь бригадному генералу пришел казачий опыт рейдовой войны Захватив пушки, южан русский решил пробиваться и успешно вышел из окружения В американские учебники этот эпизод вошел как турчинская атака в тылу врага В битве при Чатануге Турчин закрепил свой высокий авторитет Ивану Васильевичу приказали взять штурмом стратегически важный миссионерский хребет На вершинах которого закрепились южане Генерал шел впереди своей бригады и лично убил в рукопашной схватке несколько солдат противника Несмотря на разницу в количестве бойцов, северяне в битве победили И инициатива в войне полностью перешла в их руки Военная карьера русского генерала закончилась после осады Атланты У Турчина случился инфаркт, и он оставил военную службу После армии в мирной жизни отставной генерал армии США устроился инженером на железную дорогу Но болезнь давала о себе знать У Ивана Васильевича стало развиваться слабоумие, и случались провалы в памяти А для ухода за мужем верной жене пришлось влезть большие долги Турчининов обратился к императору Александру II с просьбой вернуться на родину, но монарх отказал Бывшие солдаты, служившие под началом Турчина, выбили для него у Конгресса пенсию 50 долларов в год Но этих денег все равно не хватало В конце жизни семья русских эмигрантов жила в нищете И в 1901 году казахстаница Константиновской Джон Турчин умер и погребен за государственный счет на военном кладбище Через три года не стало и супруги генерала Субтитры создавал DimaTorzok